Так, две подушечки есть. Слышь, черяк, куда ты это всё тащишь? Не твоего ума дело. Гля, шо ты такой борзый, как будто мама рядом. Стульчик тоже пригодится. Прямо ж заинтересовал. Красота. Моё первое официальное жилище. Нужно будет приватизировать. Это чё за кочевое племя в нашей зале разместилось? Я себе построил халабуду. Сам всё сделал. Ага. Ну а если вдруг землетрясение? Какое ещё землетрясение? Ну как это какое? Девятибальное. Ты дурачок, зачем ты это сделал? Да это не я, это всё силы природы. Тихо, тихо, тихо. Это мы с ним играем. Он халабуду мою сломал. Я же говорил, а не трогай брата. Я случайно. За случайно бьют отчаянно. Ай. Ну вот, собственно, тут я и живу. А у тебя красиво, уютно. Будь как у себя дома, я пока сбегаю за бокальчиками. Выпьем за знакомство. Господи, подружки не поверят. Умный, красивый, самодостаточный, просто идеал. А мама на него сюда говорит идиот. Привет, а ты кто? А вот и я, королева моя. Мелкий. Ты же говорил, что у тебя нет детей. А это соседний во двора цыганчоночек, наверное, забежал к нам домой. Брысь отсюда, брысь. Вообще-то я младший брат. Секундочку, карапузик, иди сюда. Глист в скафандре, что ты тут делаешь? Ты с родителями должен был уехать. Решил остаться, чтоб тебе тут одному скучно не было. Давай тогда в прятки сыграем. Захавайся где-то под диваном, и мы скоро придем тебя искать. Ну ладно. Заодно и пыль протрет, паутину поснимает. Ну а кем вообще работаешь? Да так, предприниматель. Вообще-то он столер. Не поняла. Сказочник. Так ты же сам вчера кому-то по телефону говорил. В гости рыжую позвал, шлифану разок, правда плоская, как фанера. Хамуло. Ну, червяк, держись. Мы вернулись. Помогите. Что это с ними? Наверное, в догонялки играют. Молодцы, такие дружные. Ну, Егор. Мелкий, срыгни отсюда, дай телевизор посмотреть. Включи мне мультики. Да ну откуда ты взялся на мою голову? Оттуда откуда и ты? Из папиных я... Я знаю, уточнять не надо. Включи мультики. Гуляй вальсом. Интересно, как сильно мама обрадуется, когда узнает, что ты куришь? Мама, спаси. Стоять, догоню, хуже будет. Он меня обижает, а он меня достает. Ну, почему вы дружно не живете? Взял бы его и пошли погуляли, там, я не знаю, в зоопарк сходили. В зоопарк? Егор, выпусти меня с клетки. Только давай, чтоб он не мучился. Как скажешь. Мама, мелкого больше нет. Несчастный случай. Ну, пойдем, братик. Ну что, сынок, где были? В зоопарке, в террариуме. И все-таки вы можете жить дружно. Кстати, да, прикольно время провели. Спасибо тебе. Да не за что, спи. И? Мама, у меня в постели змея! А это ему подарочек с террариума. За мультики. Ну, Егор. Да что ты ко мне прицепился, как к подошве листа сенний? Я тоже хочу в капуктер поиграть. А ты можешь хотеть где-то в другом месте, отвлекаешь? Конечно могу, возле мамы. Ну, ты и солнышко ненаглядное. Слушай, а зачем нам этот компьютер? Давай лучше в прятки поиграем. Хватит, мы уже на великах покатались. Ты едешь, а я рядом бегу. Я начинаю считать. Один. Нет, тут он меня найдет. Один с четвертиной. Сюда я не помещусь. Два на волоске. О, здесь он меня никогда не найдет. Зачем я ел эту фасоль? Ой, господи. Только не это. Пока никто не слышит. Тихонечко шмаляну. Ну что, наигрались в свои дурацкие прятки? Папа теперь с сердечным приступом лежит. Мне кажется, я больше никогда не смогу пукать. Бабуля, отдай денег на тату. Зачем платить за манту? Ее ж бесплатно делают. Да не манту, а тату. Хочу себе маленькую татушечку. А, ну че ж не дать-то на маленькую зверюшечку. Иногда хорошо, что бабушка глухая. Егор, а куда это ты? Я бы на твоем месте пнул его ногой и пошел бы дальше. Это твой родной брат. Скажи, как есть. В тату-салон? Я с тобой. Со мной нельзя. Мама, что же тебе сказала, нельзя делать тату? Но ты же идешь? Сиди тут и не рыпайся. Хорошо. Здрасте. Здорово. Краски. Готово. Крутяк. Все, малой, пойдем. Да, пошли. Это че такое? Солнышко. Мы тоже решили сделать тату. Мама убьет меня. А я говорил. Точно. Уже поздно. Да за шо мне это? Блин, колесо пробил. Слышишь, призрачный гонщик, а откуда у тебя такой велосипед? Папочка, помоги, у меня колесико спустило. Наверное, терец загнал. Ну, почти. Да не бзди, сейчас заклеим, тут работы расплюнуть. Папа, ты уже десятый раз плюешь, а велосипед еще не починил. Да потому что тут черт ногу сломит. Ну, взяли, положите на свое место. Где ключи? Ладно, позовешь. Сыночек, а где наш папа? В мастерской лесопед делает. Ну, насчет делает, это, конечно, громко сказано. Подкручивайся. Китайский ширпотреб. Ну что, папуль, получилось? Начал клеить, одна латка была и тут где-то потерял. Еще рано оказалось алюминиевое, немножко тресуло. Ну, короче, без велосипеда ты теперь. Так у меня его и не было. В смысле? Я у Сережки взял покататься. У которого папа полицейский? Ага. Да за что мне это? А вот и латка нашлась. В атаку! А, слушаюсь, товарищ командир. Э, дед, ты чего? А, Тимурчик. Да вспомнил, как тоже в сорок первом солдатике играл. Ого, а все говорят, что у стариков памяти нет. Все у нас есть. А о чем мы сейчас говорили? Да так, о пустяках. Главное не забыть, где спрятал клад. Клад? А куда? А куда ты его спрятал? Батя, ты чего? Да где-то в палисаднике закопал. Я найду клад, я буду богат. Ну и семейка у меня. Где же ты можешь быть? Господи, как же меня уже достали эти закладчики. Да ну где же тебя спрятали? А вон очередной. Пойдем. Слышь, археолог, пройдем-ка с нами. Это не то, что вы подумали. Я все объясню. Так а мы с радостью послушаем. Мда. Мама, на папу стол не накрывай. Его сегодня в другом месте накормят. Вот тебе и обогатился. Ну рассказывайте, как ваши дела? Если бы школа сгорела, было бы прекрасно. А так нормально. А у меня все хорошо. Нравится в садике. Ага. Нам воспитательница сегодня сиськи показала. Что сделала? Показала сисечки. Мама, а меня можно еще сдать в детский сад? Так, а ну успокойся. Дорогой, а можешь объяснить, что это? Ну сисечки такие мохнатые, на елках растут. Шишечки растут. Все ясно. Идем к логопеду. А я на всякий случай заскочу в детский сад. Открываем ротик, делаем вертолетик. Логопед с вас так себе. Девушка, ну шо там? Не шо, а что? Тяжелый случай. Сейчас будем выставлять ему буквы. Триста тридцать три. Спасибо вам, вы просто профессионал. Мда. С появлением Моргенштерна работа логопеда стала актуальной. Ай, господи, аж слух режет. Йор, я тоже хочу в приставку. Поиграть. Ну щас, сказал, доиграю ты следующий. Ты мне это со вчерашнего дня говоришь. А, да? Правду говорят, счастливые часов не наблюдают. Все, я иду жаловаться маме. Малой, подожди. Нет. Тогда придется цель ликвидировать. Упс, операция пошла не по плану. Ну и что здесь происходит? Да я смотрю, Малой спотыкается, я ему подушку бросаю, чтобы мягче было падать. Мама, он врет. А еще в приставку не дает играть. Угу. Ну вот почему вот так изначально нельзя было сделать? Да потому что он играть не умеет. А ты возьми и научи. Хорошо. 10-0. Играй сам, с тобой неинтересно. Он уйдет, так и не узнав, что его джойстик был отключен. Не понял. Малой, мне нужен реванш. Мамочка, а это горилла или бабуин? Сыночек, это кассир, мы еще в зоопарк не зашли. А, ну тогда банан я ей не дам. Возьмите два билетика в зоопарк. Спасибо, пошли быстрее отсюда. Класс. Да. Мама, ты когда после работы приходишь, на вот эту птичку похожа. У-ху. Так и да. Эту птичку зовут Сыч. Понял. Пока, Сыч. Сам ты Сыч, а я Сыч. Ого, какая киса. А это сыночек, тигр. Только что-то он какой-то грустный. Какой же я голодный. Кто-нибудь принесите антилопу. Ну или хотя бы вискос. Ладно, пойдем. Эх, понравилось в зоопарке. Ага, а еще я знаю, почему тигр был грустный. Почему? Он гулять хотел. А как ты это узнал? Ты за мороженым пошла, а я ему клетку открыл. Он такой радостный побежал. Интересно, куда? Такое мясо необычное. Мама, а почитай мне сказку перед сном. Дорогой, мама сама сегодня весь день в сказке под названием Золушка. Поэтому лучше попроси бабушку. Ага, она быстрее меня засыпает. После первого абзаца храпака дает. Мама. Маленький мой братик. Слава богу, что это ты, а не кот. А то нужно было бы извиняться. Как же вовремя ты появился. Волк переоделся в бабушку, и тут заходит красная шапочка. Ой, как страшно. Не бойся, я не буду читать моменты, где волк заживо сжирает бабушку. Охотник убивает волка. Достает переваренную бабку. И все это происходит на глазах у красной шапочки. Ну и в общем, жили они долго и счастливо, кроме бабушки и волка. Спокойной ночи. Спокойной. Сыночек, кушай мяско. Давай я тебе его нарежу. Не надо. Кстати, я постирала твою любимую красную шапочку. Странный. Наверное, опять переиграл в видеоигры. Пойду заберу компьютер, и вместо него лучше сказочки почитаю. Слышь, малой, картошку с мясом будешь? Ага. Держи. Вкусно. Так вот и я об этом, а наша собака что-то не захотела доедать. Да куда ты пошел, я пошутил. Правда пошутил? Ну какая собака, малой? У нас же домокот. Дурацкий старший брат. Да не воровала я ничего, просто взяла посмотреть. Цыганка. Извините, а вы умеете колдовать? Ну конечно, а тебе зачем? Вот, а еще глистон в скафандре называет. Как же я тебя понимаю, у самой 20 братьев. Вот что тебе поможет. Кукловуду? Волосик взял, пошептал, пробуем. Что такое? Цыганка обдурила. Что ж так голова болит? А кто брал мою машинку? Что происходит? Мама, я не хочу идти в садик. Как же я тебя понимаю, а я не хочу идти на работу. Тебя там тоже заставляют кушать манную кашу? Нет, меня там заставляют на нее зарабатывать. А вчера после отбоя захожу в туалет, а там парень перед девочкой штаны спустил. Я надеюсь, воспитательница об этом знает? Ну конечно, знает, это ж она с охранником была. Кхм, я поговорю с ней. Поговорят, охают, ахают, весь тихий час мешают спать. Я спрашиваю последний раз, кто съел весь пластилин. Ребята, я же все равно узнаю, ваши горшки подписаны. Заходи. Привет, Карапузик Бутузик. Здрасте. А ты говорил, она плохая. Вон как Мила тебя называет. Она всех так называет, потому что не помнит наши имена. Все, родной, пока. А вы хотя бы дверь на защелку закрывайте. Хорошо. Ну, Аклабухин, это первое предупреждение. В смысле, рассказал, но не показал. Хорошо, твоя взяла. Неделю без манной каши. С этого и нужно было начинать. Санта. Иди ко мне. Ну, перестань. Да ну давай, ну чего ты. Да ну, в двух родителей придут, прекрати. Мы в доме одни, а придут они не скоро. Давай потом, я не готовилась там. Да пусть там хоть вешенки растут, у меня такое состояние, я прям не могу. Ну, хорошо, давай, мой 12-сантиметровый монстр, возьми меня. Набираю высоту и пикирую. Постой. Да ну что такое? Ты слышал? Да, наверное, собака скулит, забыли, выгнай, продолжим. Я так не могу. Ладно, пойду проверю. Мелкий, что ты тут делаешь? Ты в садике должен быть. Ми, ми, ми. Ми, фасоли, си, я тебе ноты подсказал, вали отсюда, вы. Нет. Опять говно в песочнице со сникерсом перепутал? Ну, да и гера ты на дому ломишься. Да хоррень, ныть, говори, что случилось. Я мамину вазу разбил. Ну все, теперь будешь жить в интернате, мама выгонит с дома. Если что, вали все на меня, только иди отсюда, вы. Я вернулся. Мне пора домой. Ну, блин. Сыночки, я дома. Кто это сделал? Мамочка, это все Егор. Он подставить меня хотел. А еще он девочку домой привел. Ну, щенок. Мамочка, убивай. На выпускном у меня талия, как песочные часы. А сейчас, как циферблат у Биг Бена. Мамочка. Господи, ну что уже случилось? Не слушай его, он врет. Мне Егор не дает телефон играть. Брат-стукач, горе в семье. На, в моем играйся. Спасибо. А что ты тут делаешь? Смотрю свой старый фотоальбом. А что такое фотоальбом? В мои годы это своего рода галерея в телефоне. Понятно. А что на этой фотографии все плачут? Это что, похороны? Да нет, это моя свадьба. Какие мывцы. Откуда у тебя фотка со Шварценеггером? А, так это твой папа до встречи со мной. Нормально, его жизнь потрепала. Ой, пойду чайочек заварю. О-о-о. Не понял? Мама, зачем тебе выложила фотографии в группу нашего класса? Какую фотографию? Там, где я голый, сижу на горшке, она уже по всей школе разлетелась. Так, телефон не у меня. Мелкий. Расплата. Папа, а почему море соленое? Ой, сыночек, я не знаю. А почему осенью желтеют листья на деревьях? Понятия не имею. Сыночек, не доставай папу, он устал. Да ладно тебе, мать, пусть спрашивают, кто как не отец все о жизни ему расскажет. А откуда берутся дети? Ну давай, Эйнштейн с пятью классами образования, рассказывай. Так а шо рассказывать? Ты уже взрослый, должен правду знать. Их приносит аист. Аист? Так, десятый дом. Курьерская доставка по ребенку в каждый дом. Ну, наконец-то. Ваш заказик, как и просили азиатской внешности. А мы славянской заказывали. Ой, простите, это для скриптонита. А вот ваш. Благодарю. Мать, у нас ребенок появился. Кхм, пойду воды попью. А поумнее ничего не мог сказать? Что? Как мы с тобой спели-вили чики-брики в дамке? Лучше, папа, горькая правда, чем сладкая ложь. Он все слышал? Угу. Теперь весь садик об этом узнает. Мама, а что такое гипноз? Ну, это когда один человек контролирует волю другого человека. Это шо ж получается, семейная жизнь, сплошной гипноз? Ты что-то имеешь против? Шутка. А вот тебе, сыночек, и пример. Понятно. Всем привет. Дурак. Ну вот зачем ты его обижаешь? Прости, братик, не заметил. Как прошел твой день, как дела в школе? День, гомно, школу ненавижу. Ну, я рада, что у тебя все стабильно. А что если... Твои веки тяжелеют, по моей команде ты уснешь. Сейчас ты уснешь на веки вечные. Дурацкий гипноз не работает. А хочешь, я тебя загипнотизирую? Ага. Смотри сюда. Готово. И чё? Теперь ты умеешь летать. Серьезно? Пойди проверь. Ну, полетели. Да, ведь это могло быть идеальное убийство. Дурацкий старший брат. Жалко мы живем в доме. Батя, а чё это за пакет? Ещё и селёдкой воняет. У бомжа возле мусорки за бутылку чекушки купил. Мама, посмотри, что батя принёс. Господи, какой кошмар. Сыночек, отнеси его пока в будку, пусть первое время там поживёт. Вот так ты и появился в нашей семье. Да ну это неправда, ты меня обманываешь. Я пойду сейчас и расскажу всё маме. Лучше от меня горькая правда, чем от мамы сладкая ложь. Мама. Ну, шестёрка малолетняя. И он сказал, что я жил в будке. Тимурчик, не слушай его. Хватит обижать младшего брата. Мама, он сам ко мне лезет. Сам ко мне лезет. Скажи ему, чтоб прекратил меня кривлять. Дорогой, перестань корчить идиота. Ну чё, выкусил? Не понял, он же меня корчил. Просто наш мелкий имбецил шуток не понимает. Значит, он пошутил? Ну конечно. А помоги мне над ним пошутить. Дорогой, вынеси мусор. Мама, ну только не сейчас. Продать все танчики. Думаю, хорошая шутка. Мелкий. Кричит от счастья. Наверное, оценил мою шутку. Господи, да ну где же я так согрешил? Прекрати истерику. Я тебя просто попросила до вечера посидеть с младшим братом. Мама, ну есть же куча других вариантов. Например. Будешь проезжать мимо вокзала, закинь его в камеру хранения. Ну ты вообще нормальный? Я даже готов заплатить. Так, всё, не морочь мне голову. Вы два родных человека, найдёте общий язык. Ладно, сделаю вид, как будто его здесь нет. Егор. Чем будем заниматься? А давай поиграем в зоопарк. Как? Ты будешь обезьянкой, которую я закрою на весь день в вольере. А ты? А я посетитель, буду периодически приходить бросать тебе еду. Да ну не, не хочу. Включи мне лучше мультики. Пожалуйста. Но ведь это же фильм ужасов. Какая разница, и там, и там персонажи выдуманные. Я дома. Мамочка! Вы что, водяными пистолетами игрались? Угу. Ну ты посмотри на него, чё ты ржёшь? Это ж оно ему ещё и ночью может присниться. Ну тогда смейся дальше. Спать он сегодня будет с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok